Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы продолжаем читать самую удивительную, может быть, самую необычную книгу Библии, книгу «Песнь песней». Мы уже говорили об особенностях этой книги. В этой книге нету никаких повествований о Боге, о пророках, о чудесах. Нету заповедей, наставлений, пророчеств. Всего того, что мы ожидаем увидеть на страницах священного Писания. В этой книге есть лирическая поэзия, стихи, стихи о любви. Очень по-разному читается песнь песней. Есть множество аллегорических толкований, которые дополняют друг друга. Есть попытка буквального прочтения, хотя это сложно, потому что в книге «Песнь песней» нету сюжета как такового, нету развития событий. Не всегда понятно, кто герои, что с ними происходит. Потому что не об этом эта книга, это книга о любви как таковой. Не так важно, где, кто, важно, что с ними происходит. Они любят. И вот сегодня мы попытаемся обратиться к третьей главе «Песни песней». Я читаю эту книгу в переводе российского библейского общества. Это перевод Якова Эделькинда. Итак, начинается третья глава «Песни песней» словами героини, невесты. Ночами в своей постели я искала любимого, искала и не находила. Встану, обойду город, на улицах и площадях любимого моего поищу. Искала и не находила. В этих первых словах, которые очень красиво звучат в оригинале на еврейском языке, но мы можем вот в переводе только к ним обратиться, говорится о той тоске, которую любящая душа испытывает, когда нету рядом любимого. Это касается и таких земных отношений, вот между, когда речь идет о любви между женщиной и мужчиной. И, конечно, это касается отношений между душой и Богом. Душа верующего человека стремится к Богу, ищет Его. И вот и днем, и ночью, здесь говорится, ночами в своей постели, то есть даже ночью не оставляет это чувство, когда человек вроде бы должен спать, но чего-то очень важного не хватает. Где мой любимый? Где тот, кому стремится? Душа моя. Я ищу его вокруг себя, и его нету. И, значит, надо какое-то действие предпринять. Эта героиня не ограничивается тем, что она констатирует, что она такую тоску испытывает. Она встает и идет искать. И вот душа верующего человека не должна просто тосковать и все. Нету Бога, как жалко, что тебя нету. Надо что-то сделать. Значит, надо встать и искать. Встать на молитву, встать на какое-то делание, на какой-то подвиг, обратиться к Богу, призвать Его. И вот она ищет своего любимого. Встану, обойду город, на улицах и площадях любимого моего поищу. Она не смиряется с этим положением, что она одна, одинока. Повстречались мне стражники, которые город обходят. Любимого моего не видали? Стражники охраняют город, но вместе с тем они представляют из себя некоторую опасность. Это грубые мужчины. А она, одна девушка, идет по городу, ищет своего любимого, беззащитно. И чуть позже мы прочитаем про то, что в другом месте, в другой главе, что стражники напали на нее, избили, изранили. Здесь еще этого нет, но уже есть ее смелость, ее решительность. В данном случае стражники, это не защита, а это угроза. Несмотря на эту угрозу, несмотря на эту опасность, она ищет своего любимого и даже у них спрашивает, «Вы его не видели?» «Едва я их миновала, нашла моего любимого. Поймала, не отпущу, пока не приведу в дом к моей матери, в покое моей матушке». Она прошла мимо стражников, которые здесь еще никак ей не повредили, но и не помогли, и нашла своего любимого. Произошла эта встреча. Преодолев препятствия, через усилия она добилась этой встречи и сама становится стражником. Здесь вот такая игра смыслов происходит. Поймала, не отпущу. Она сама сторожит его, чтобы он никуда не ушел больше от нее. Если вернуться к аллегорическому толкованию, их множество, но мы сейчас говорим об одном варианте, что невеста — это душа, а жених — он — это благодать Божия, это Бог, Господь. То вот подвижник, вот он ищет Бога, вот встает на молитву, встает на подвиг, прилагает колоссальные усилия к тому, чтобы Господь был бы рядом. И вот когда это происходит, когда душа ощущает благодать Божию, надо еще одно... Мало того, чтобы найти, мало того, чтобы войти вот в это состояние, когда ты ощущаешь благодать Божию, еще надо поймать и удержать. Поймал и не отпущу, говорит она. А как можно упустить? Если ты впадаешь в какие-то беззакония, в какие-то грехи, забываешь о своем любимом, то он уходит. Это касается не только каких-то вот великих подвижников, какой-то вот особой монашеской жизни. Да каждый христианин, вот он приходит в храм, ищет благодати Божией. Где он ее находит? В причастии святых христовых тайн. И вот причастился, и дальше надо вот это себе сказать. Поймала моя душа Бога, не отпущу его, поймала я своего любимого, буду держать его. Если после причастия человек становится рассеянным, отвлекается на какие-то мирские совершенно вещи, тем более делает какие-то грехи, то теряется то, что ты получил в святом причащении, та благодать, которую ты приобрел. Сосредоточенно и молитвенно нужно стараться удержать в себе тот огонь, который вошел в тебя. Не отпущу, пока не приведу в дом моей матери, в покое моей матушки. Что это за дом? Это отчий дом, это твое место, где ты живешь. Заклиная вас, девушки Иерусалима, газелями и дикими ланями, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться. Мы уже слышали этот припев, уже обсуждали его, когда в другой главе вот с тем же сталкивались. И самое важное, что любовь, она может быть только в полной свободе. Любое насилие, любое действие, которое порабощает, несовместимо с любовью. Не будите любовью, дайте ей самой проснуться, дайте ей вырасти, не подталкивайте человека ни к чему. И это касается наших отношений с Богом тоже. Господь никогда не вламывается в наше сердце. Он говорит, я стою у зверя и стучу, я жду, пока ты сама, душа, проснешься, пока ты откроешься мне. С потрясающей деликатностью Господь относится к тому, как человек откликается на его призыв. Дальше мы читаем о чем-то совершенно другом. Вот эти описания тоски, поиска, встречи с любимым сменяются совершенно другим описанием. Свадьба царя Соломона. Кто она из пустыни идущая? Словно столб дыма, окутанная мирой и ладаном, фемиамом из дальних стран. Невеста к Соломону идет через пустыню, как столб дыма, какой-то, может быть, это аллюзия на то, как царица Савская приходила к Соломону через пустыню с караваном, так что столб дыма поднимается от земли к небу. Столб дыма это указание на нечто божественное. Мы говорим, что аллегорически мы понимаем так, что она, героиня, это душа, а он это Бог или Христос. Но здесь мы видим, что и она имеет некие божественные черты. Дымный столб это указание на то, как когда-то сам Бог вел народ через пустыню именно в виде дымного, облачного столба. И о чем это говорит, что даже душа человеческая, она сотворена по образу и подобию Божию. Она имеет в себе некие божественные черты. И вот невеста идет через пустыню словно столб дыма, окутанной мирой и ладаном. Ладан, мир, это те вещества, которые при богослужении употребляются. Фимиам. А вот Соломонова ложа. Вокруг 60 воинов, лучших воинов в Израиле. Все мечами вооружены, обучены ратному делу, меч у каждого на боку, чтобы ужас ночной отогнать. Соломон готов к свадьбе, его свадебные покои убраны, ложа приготовлена, и 60 воинов стоит вокруг этого ложа. Почему? Оказывается, в традиции очень многих народов, да и в русских сказках, и вообще во многих произведениях. Вот этот момент свадьбы, момент первой брачной ночи очень опасный. Сколько мы знаем легенд, сказок, повествования о том, как невеста похищается каким-нибудь злым демоном именно во время начала брачной жизни. Руслана Людмила Пушкина вот на этом основана, на этом сюжете. Почему? Да потому, что любовь это такая драгоценная вещь, что все силы ада ополчаются, чтобы помешать любимым быть вместе. Когда-то у христиан было такое пресловие. Там, где двое, уже не двое, а одно, там уже наступило Царствие Божие. Царствие Божие пришло в силе. Действительно, в мире, где столько разделения, столько вражды, столько ненависти, там, где два человека научились жить в мире, они уже не в ненависти, а они пребывают в любви, они действуют согласно, они стремятся к единомыслию. Там уже преодолена злоба человеческая, уже преодолена ненависть, раскол, разделение, разобщение, там царствует любовь, и, значит, Царствие Божие в этом месте уже наступило. Вот поэтому все силы зла ополчаются, чтобы разрушить эту любовь. И вот здесь так символически описано, какие нужны предосторожности, как нужно беречь эту любовь. 60 сильных воинов стоит у ложа Соломона. И также любящие друг друга люди, молодожены, когда вступают в брак, огромные, не надо думать, что это вот само собой все должно произойти. Если не беречь любовь, если не охранять любовь, если не прилагать все усилия и все оружие, какое только есть у человека для того, чтобы сохранить и приумножить эту любовь, она может рассыпаться, она может оказаться не любовью, а влечением. «Ложа сделал себе царь Соломон из ливанского кедра, ножки сделала из серебра, спинку из золота, на нем подушки пурпурные, и засла на оно любовью». Здесь описывается вот эта брачная ложа царя Соломона и описывается по восходящей. Само ложа из ливанского кедра — это драгоценное дерево, ножки из серебра, серебро дороже, чем даже дорогое дерево, спинка из золота, золото еще дороже, пурпурные подушки, и вот на вершине этой пирамиды вот автор не случайно вот именно эти слова употребляет на вершине этой пирамиды любовь. Заслана ложа любовью, потому что любовь дороже и ливанского кедра, и серебра, и золота, и пурпурной тканьи. Это самое драгоценное, что только может быть. Девушки Иерусалима, придите, поглядите девушки Сеона на царя Соломона в венце, которым его увенчала мать в день свадьбы, в день его радости. Упоминается мать. Это тоже очень важно, потому что, как говорится в православном чине венчания, молитвы родителей укрепляют основание домов. Родительское благословение, родительская молитва, родительское согласие на брак является очень важным аспектом в том, чтобы все сложилось в этой новой семье. И если вернуться к аллегорическому толкованию, мы читали о свадьбе, это соотносится с тем, как мы устраиваем свои свадьбы, свои семьи, но есть же еще аллегорическое толкование, когда возникают какие-то отношения души и Бога. Эти отношения тоже очень хрупкие, они тоже нуждаются в том, чтобы охранять, беречь эти отношения. Апостол Павел вследствие за древним пророком очень подробно говорит, какое нужно оружие использовать для того, чтобы сохранять эти отношения, в какую броню надо обличься, в какие сандалии, какой щит взять, какой шлем. Все это можно найти в посланиях апостола. и роль родителей в жизни человека, она действительно огромная. И вот потому заповедь «Почитай отца и мать» она очень важна. Если родители благочестивые, верующие, то они могут очень много сделать, чтобы передать своим детям вот это благочестие, эту веру. Но бывает, что у родителей нет этого. И тогда детям самим приходится нащупывать этот путь, путь веры, путь стремления к Богу. И это намного сложнее, но это тоже возможно. Так же, как и любовь гораздо прочнее, если она опирается на родительское благословение, но иногда возможно и когда нет такого благословения. Вот об этом и об очень многом еще другом говорит нам третья глава книги «Песнь песней». И прежде всего говорит она нам о самой любви, о том, что такое любовь, о том, что любовь дороже и кедра, и серебра, и золота, и нет ничего дороже любви. Она как самая высокая здесь приводится как самый высокий материал, можно так сказать, самый ценный, самый дорогой. Мы записывали это видео для библейского портала «Экзегет».